Креативные занятия, особенно рисование, повышают нейронную активность мозга и способствуют творческому долголетию, утверждают ученые. В случае приморского художника Владлена Камовского это и долгожительство в буквальном смысле. В свои годы он продолжает находить сюжеты для своих картин. По арбату, по крутым лестницам дома на миллионке, под мансардную крышу мастерской. Каждый день Владлен Камовский совершает этот путь. Несмотря на свои 80 и не сильно крепкое здоровье. Его студия – место уникальное. Здесь собрана история Владивостока, его улиц и площадей. История, застывшая на картинах. В 88-м году улица Суханова. Сейчас там, наверное, по-другому все перестроится. Но у меня была мечта и сюда вот потом пропустить. И там интересный золотой рок. Перебирая картины, Камовский вспоминает свою жизнь, которая неразрывно связана с Владивостоком. Правда, многое уже забывается. Город он пишет полвека. Да и улицы меняют свои имена. Так, что же тут я написал? Дом на Колхозной. 81-й год. Это Колхозной. Но некоторые герои архитектурных пейзажей Камовского сегодня уже известны на всю страну. Например, дом Даттона, где откроют центр Эрмитажа во Владивостоке. Ну, здание-то само красивое. Просто потрясающей красоты. И обычно я увидел, что это надо. Я или сегодня же прихожу, или жду следующего дня, когда погода такая же. И все, и начинаю. Потому что если не сделать, это для меня как-то. Неизменный спутник в работе уже много лет этот планшет. Специальный для левшей. Ноу-хау самого Камовского. В 69-м я его сделал, этот этюдник. И я временно сделал, потому что... Ну, тут хотелось чуть-чуть его побольше, что-то такое. Но нет ничего постояннее, чем временное. Так вот он у меня и остался. В общем, я с ним... Ну, к нему еще тут где краски, кисти. А на днях мастеру поклонники творчества обещали подарить холст. А значит, будет повод отправиться на поиски новых историй про старый город. Город, который он сохранит для потомков на своих картинах. Ольга Сумкина, Екатерина Таланова, Панорама. Продолжение следует...